Здравствуйте! Вы смотрите новости 24. Теперь нам нужно понять суть той работы, которую необходимо проделать в этом направлении, как мы представляем себе Самарканд завтра, как будем воспитывать молодежь. Нельзя сказать, что в Самарканде нет изменений. Строятся новые дороги, гостиницы, мосты, но этого недостаточно, подчеркнул глава государства. Секторы, в том числе на уровне Махале, должны на деле решать волнующие население проблемы. На местах будут созданы центры работы системы Махалабай. На сегодняшний день на заработки за границу уехали 223 тысячи граждан. Причина в том, что вовремя не были созданы рабочие места. Ответственным министрам и руководителям даны конкретные указания по решению этой проблемы. Отмечено, что для развития предпринимательства необходимо формировать самаркандский опыт. Определены и направления развития промышленных драйверов. В Джамбайском и Тайлаксском районах будут построены логистические центры. В рамках программы локализации организуют промышленные выставки. Вместе с тем отмечена необходимость широкого использования существующих возможностей для развития туризма. На конкретных фактах подчеркивалась важность расширения производства синтетических волокон в свободноэкономической зоне Ургут. В реализации таких проектов заинтересованы и сами жители. Откроется ургутский офис фабрики проектов. Будут увеличены производства коконов и рыбы. Ассортимент продукции внедрят капельное рашение. Все это позволит сэкономить 500 миллионов кубометров воды. Вот еще факты. В рамках программы «Обот Кышлок» и «Обот Махаля» уже улучшены жилищные условия населения. Освоено 284 миллиарда суммов. На встрече был обсужден ряд других вопросов, в том числе перенос административного центра Самарканда в поселок Гулебот. Идею поддержали и активисты области. До конца года разработают генеральный план Самарканда. Будут организованы новые районы. Кроме того, отмечалась необходимость совершенствования деятельности проектных институтов. Улучшение водоснабжения сел Катакурганского и Кашрабатского районов. Строительство внутренних дорог, выращивание экспорта ориентированных фруктов и овощей. А еще проблемы молодых людей и женщин, как подчеркнул руководитель страны, будут рассматриваться в незамедлительном порядке. А встреча с активами региона о других событиях в рамках посещения главы государства Самарканда в наших последующих информационных выпусках.